Включили электричество и выключили воду Так давайте вообще свет не будем включать Незламность и потужность Что вы предлагаете людям делать? Какой у вас план? Четыре забирают государство Выборов во время военного положения не будет Вот так бы сделать по всей стране Я реально, я офигел вообще А че так можно было вообще? Людям приходится бежать На воле своей собственности страны Точно все люди сегодня Обеспечены едой, вот точно? Негде жить Посмотрите на стадион, у нас хороший стадион Мы стадион построили новый Отличный стадион Я вот, я публикую эти видео У людей, у людей крик души Включили электричество и выключили воду Выключили воду, включили электричество Невозможно Вымыть голову Но я не разбираюсь, говорит эта девушка В электричестве, но вы что-то сделаете? Как же людям жить? Как ей объяснить, что это на три Тире Пять лет В лучшем случае В лучшем Если завтра Прекратится Или там Ракетные обстрелы И боевые действия Вот это Перейдут в фазу Низкой интенсивности боевых действий То есть Если по-простому Если будет какой-то переговорный процесс И договорятся про Прекращение огня Россия возьмет на себя обязательства И кто-то будет контролировать Выполнение ею своих обязательств Не наносить ракетные удары По энергетике Например Ну если Например Если Вот тогда После этого После этой точки Вот тогда Через 3-5 лет Ситуация изменится Как ей это объяснить? Это терпеть? Уже Не может Это терпеть Ромни Сумская область Нет воды Когда выключают свет Вода есть Когда выключают свет Воды нет Я не могу голову помыть Другой день Да Я понимаю Что война Да Но Я не виновата Что вы нагребли Кучу грошей в карманы И не можете Что-то там починить Чтобы у людей Была вода Просто Это уже Ну Такое ущемление Людей Что это Как жить Я працюю в этой стране Я не выехала Я плачу податки Что это такое Кроме того Что стресс Каждый день Боя война на улице Вы просто Не даете Людям Нормально Просто существовать Это как Кто в этом Виноватый Что вы не можете Что у вас не хватает Бюджета Вы не можете Починить Что-то там Я в этом Не разбираюсь И не буду Казать Что попало Кто в этом Виноватый Что у вас Не хватает Бюджета Это ваша проблема А не людей Яки хочут Нормально Существовать Просто И мыться И я уверен Что объяснить Будет Невозможно Потому что Что-то там Починить Не починишь Генерации Нет Нет электричества Ну вот Чтобы Провода Соединил А В эти Провода Электричество Должно поступить А его нет Как Как ей Объяснить Это И как При этом Рассказывать Украинцам За границей Про преимущество Возврата Ведь она же Уедет Она еще Этого не знает Она еще Этого не понимает Она не знает Какие у нее будут Стадии Депрессии Непринятия Принятия Торга И так далее Вот эти все Стандартные Она через них Пройдет И в итоге Она уедет Нужно строить Электростанции Да И как там Нужно Делать Децентрализацию Потужности Хорошая Идея Отличная идея ДТ Где Вчера вечером Открыли На пять с половиной Часов Дали На 15 минут На 15 Су Мне дали Свет Я засыпала В половине Третьего Света Не было Платежки Вы Не забыли Поднять А вот Ремонтировать Забыли Все деньги Пошли в фонд Настоящихся Пингвинов А вы Слопы Слопите На уют Не тяпкайте Столько преимуществ Конечно Просто Столько преимуществ 20 часов без света 4 часа Со светом Сказать Все Ничего не сказать Давайте Начните Мне писать То что Ой Та в окопах Еще хуже Иди воюй Есть люди Которые Вообще Еще хуже Чего Должно быть Еще Еще хуже Я не понимаю У меня Блинок Который ночью Плохо спит Который Который В обед Нереально Жить Потому что 31 градус На улице Сколько 40 450 градусов Тепла Как От жиры Утром Встала Холодильник Потек Поразилка Потекла Блинок Перемога Или Это Покращение Или Это Кинец Эпохи Бидности Я Не понимаю Просто Я уже давно Не записывала В свой Тикток Никакое Видео Ну Просто Уже Насколько Это Заманало Уже Что Ну Политики Все Дети Политиков Родители Политиков Все Сидят С Кондиционером Никто Там Свет Не Выключает У Часов Нема Ну Вы Я Я По-другому И Сейчас Вообще Экстрен Не Витключение График И Недит Так Давайте Вообще Свет Не Будем Включать Зачем Вы Включаете Свет На Четыре Часа Ну Смысл Продукты Все Равно Пропадают Еда Пропадает Ну А Зачем Включать На Четыре Часа Воды Нет Света Нет Смысл От Этого Я Не Понимаю Давайте Вообще Не Включать Зачем Людям Свет В Жару Тем Более Зачем Хай На Улицу Выходят Гулять Загорают Солнечные Ванны Дебилы Сложно Понять Вообще План Властей Сложно Понять Чего Они Чего Они Хотят Добиться Возвращайтесь Какая Штука Понимаете Незламность И Потужность Поломались И Потужность На Сегодня Вообще Ни разу Не потужна Потому Что То О чем Я Говорил Коррупция И Несправедливость Убивают Мотивацию У Людей Плюс Понятное Дело Люди Лишаются Стандартных Ресурсов Для жизни Вода И Электричество И все А планов Нет у власти Никаких Нет Планов Что людям Делать Ну что Вы предлагаете Давайте Проголосуем Вот В Европе Недавно Приняли закон По которому Или постановление По которому В пластиковой Бутылке Крышечка Которая Прикручивается Когда ее Откручиваешь Она не будет Выпадать Она прикреплена К бутылке Давайте мы такую Примем Закон Помните Перед Как раз Перед войной Они принимали Законы Про Пластиковые Пакетики Про одноразовые Пакеты Супермаркет Помните Ну важные Такие вещи Крайне важные Впереди была война А не Они про пластиковые Пакетики Думали И вот Сегодня Такую Херню Какую-то Принимать Какие-то Законы Про которые Они голосуют За которые Они голосуют Такая Кринжатина Коррупционер Может откупиться Просто Опять же Кастовость Если ты богатый Дворянин Тебя поймали На взятке Откупился И все Все хорошо Все нормально Все в порядке Давайте Примем Важные Законы Капец Люди Сядут без Элитричества Что вы Предлагаете Людям делать Какой у вас План А какой у них План Они какого Плана Они сами Не знают Что делать Но власть Не знает Что делать Не знает Они разворовали Гуманитарку Украли деньги На оборудовании Для вроде как Защиты Электростанции Которые нельзя Было защитить Просто Пиздец бабло Строят себе Дачи в Италии Где-то там И потом они Просто разворуются И уедут Типа Да и все Ну Все Что там Кто там последний Будет Выключайте свет А света нет Ну не выключайте Тогда Оставьте включатель Выключатель Короче Короче не трогайте Выключатель Поехали И все Давайте будем Мы переходим На летнее время Или не переходим Зимнее время Давайте пингвинов Поизучаем Капец Пиздец какой-то А что у вас Нетоксична Так купите Экофлоу себе Ну знаете Я поставил себе Генератор В доме Ну у меня дом Я скважину пробурил Генератор поставил Экофлоу Нормально Солнечные панели Еще поставил на крышу На гараж И вот на втором У меня приусадебный участок Еще там Я еще один купил Участочек Там домик для гостей Так я тоже на крышу Сразу полностью поставил Устроили Летом Сразу поставил Солнечные панели Все такие Блядь Ты что ты гонишь Чувак Сколько это денег Нет у людей денег У людей нет денег Какие экофлоу Как Ну у людей нет Вообще Как Ни воды Ни электричества Какой план Что делать А почему у вас нет экофлоу Ну экономьте Наверное как-то Я купил Ничего А сколько он стоит Что дорого стоит Для вас Ну я не знаю Ну возьмите просто Деньги берете Я в тумбочке беру А откуда они в тумбочке берутся Я не знаю Их туда Кладут люди Приходят Главное ко мне На прием Я им подписываю бумаги А в коридоре Тумбочка у меня Вот они туда В тумбочку кладут Там постоянно Надо купить Другую тумбочку Побольше какую А у людей Крыша едет уже И вот у нас Выходит Часть Уже Это по счету Люди Которые выезжали Я помню За границу Был там Период такой Прям жесткий Когда их просто Все хейтили Типа вот Выехали Все дела Но честно Мужики Которые Им сбежать Ну вы реально Молодцы Вы спасли Свою жизнь Вы здесь Кому Не нужны Ну типа власти Здесь не нужны Этой власти Вас бы просто Отправили На Дохли И до свидания Так же Самый остальной Народ В том числе Дети В том числе Дети В детдомах И так далее И тому подобное Это реально Просто выходит За все границы Ну вот реально Ты не можешь Не полечиться Нормально Ну то есть У меня у детей Кашель Я с температурой 38 Жара Невозможная Суфер Плавишься Просто Иммунитет Просто в такую Жару Не Это дополнительные Бактерии В организме Знаете Я всегда говорила Что Винить власть Наша жизнь В наших же руках Типа Мы сами Должны Как-то там Регулировать Да Это все Прекрасно И я Придерживаюсь Этого Что Типа Все равно Типа Несмотря Мы Жопе Мы Никуда Не Выезжали Мы С самого Начала В Украине И Несмотря Какая Жопа Мы Сами Выруливаем И пытаемся Жить Свою Какую-то Лучшую Жизнь Но Вот честно Я сейчас Затрону Тему Даже Мы Волонтеры Первый год Войны Активно Мы Волонтеры Мы Возили Людей Из-под Николаева Из-под Херсона Нам Довозили На одной Машине Мы Забирали На своей Я Просто Помню Вот эти Вот Моменты Когда Приезжали С Гуманитаркой У нас Списки Были То есть У нас Не Была Какая-то Контора Вшивая Мы Сами Занимались Это было На фонде Школы Типа У нас Школа Открылся Мы Сами Занимались И Когда Приезжают Пять Шесть Фур А Четыре Забирают Государство Приезжает Какой-то С мэри И Тип И Забирает Нам Типа А вы Делите Остальное Как хотите У вас Даже То Что Есть Типа По спискам Тяжело Разделить Я Уже Не Говорю Про То Что Европа Так же самое И сюда Высылали Всем А Типа Делить Даже Не Можно Тех Кому Реально Это Нужно То Есть На Самых Первых Дней Но У нас Включился Этот Патриотизм Замыливание Глаз И Вот Сейчас Мы Имеем Что Имеем Цены Супер Некуда Бензин Выше Некуда По ценам Типа У нас Дороже Чем В Европе Бензин Света Нет Ну Ни Весело Живем Зеленский Молодец Да Зеленский Самый Первый Просто Самый Первый На Списке Дальше Идут Остальные Я Жду Когда В Верховной Раде Закончится Срок Действия Это Произойдет Этим Летом Не Закончится У нее Срок Действия Выборов Во время Военного Положения Не Будет Каждому Украинцу Правильно Тумбочку Пошу Касселю Да Тумбочки Есть Только Ну Частично У людей Есть Тумбочки А так Нет Но Это Новость Насмотрится Таких Видео Реальных Настоящих Людей Которые Вот так Выражают Своё Мнение Ну Может Вам Нравится Не Нравится Но Это Крик Души Вот Так Люди Записывают Явно Искренне Эти Видео И тут Смотришь Онлайн Платформа Для Украинцев Которые Рассматриваются Типа Мы Сейчас Вам Расскажем Про Преимущества Хорошо Как раз То Что Надо Как раз Про Преимущества Расскажите Это Именно 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 То Что Нужно Я Ищет Такой Читал Новости Думаю Легко Удивительно Реально Какая Удивительная Пишет Чатик Да Ко Мне Зателефон СБУ И кончилась Мониторка Аккуратнее Я Читал Новости Так Думаю Какая Удивительная Если Честная История Прям Реально Удивительная История Новость Читаешь В Житомире То Виннесси Меньше Вымкнуть Светло Ниже Рештемист Як Емце Вдалось И там Читаешь Действительно Распределение Энергии Децентрализация Солнечные Панели И так Далее В Житомире Не выключают Электричество Но реально Класс Молодцы Вот так Бы сделать По всей Стране Было Бо Логично Согласитесь И правильно Взять этот Опыт Перенять Найти Деньги В бюджете Они там Есть И не Выключать Как в Житомире Не выключают Я реально Я офигел Вообще Ну согласитесь Что сюрреализм Напишите В чатик Меня не покидает Чувство Какой-то Нереальности Происходящее Читаешь эти новости Думаешь Что 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 Происходит Что Происходит Вообще Типа Что Ну как Это Диспетчера В Житомирской Области Не выключали Свет Потребителям И игнорировали Указания Украинерго Просто Я такой Что Вообще Как В ходе проверок Выяснилось Что в журналы Дежурных Под станцией Вносились данные Несоответствующие Действительности Я такой Что То есть Еще раз А что Так можно было Вообще Им говорят Выключайте Говорят Я смеюсь Не от того Что это смешно И весело А от того Что Это Как Ну Вдумайтесь Потужность Так Изламна Выключайте Свет Житомирской Области Диспетчера Говорят Да Да Все Выключили Да Журнал Занесли Выключили В 19 В 19 В 19 Все Включили Когда Утром В 7 00 А на самом деле Не выключали А так Можно было Вообще От данные Которые Передают А что это Житомирская Народная Республика Подождите Буквально Диспетчеры Просто Не выключали Свет А говорили Туда Передавали В Украинерго Что выключали Как в каком-то Сериале Ну реально Вот 5 Как в лост Нажимать кнопку Или не нажимать Да Что это Ну короче Я Обалдеть Обалдеть От таких Таких новостей Обалдеть Прекрасно Разумеемо Что у нас Не что дня Закрым И в социальных Мережах Заявляются Нови видео Как там Десь Хтось Когось Куда Спакуя Забирая Потом у нас Заявляются Також Дописы У социальных Мережах Про то что Хтось там Намагался Втекти З ТЦК Там Випрыгнути З вікна І так далее І тут Теж Наче Величезна Прірва Тому що Коли Ми Чи 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 Теже Теже Друге Питание Называют Утонули Утонули Типа Друге Теже Чи Теже 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 Люди Второго сорта Типа По его мнению Не имеют Права На жизнь Теже Путем Убийства Бега Мне отец Всегда Говорит У него Такая Поговорка Всегда Рота Прибегает По последнему Солдату О чем Это говорит Что Если там Надо пробежать Три километра Вот Бежит рота Три километра Когда рота Пробежала Три километра Не тогда Когда прибежал Самый первый Самый сильный Самый быстрый Не знаю Там самый хитрый Неважно Ну тот Который Самый выносливый Не тогда Рота Пробежал Три километра Там Все Буквально Флэш Какой-нибудь А тогда Когда придет Самый слабый Вот сам Рота Сто человек Неважно И когда Самый слабый Пройдет Три километра Тогда рота Пробежала А самый слабый Может быть По дороге Просто у него Дыхалка сбилась Все он Так уже сдох Уже дышать Не может И значит у него Надо забрать Рюкзак Возможно у него Забрать что-то тяжелое А возможно Его туда нужно Даже донести Возможно Он там Ногу подвернул По дороге И вот тогда По самому Последнему Будут судить Про то Рота Смогла Или нет Поэтому Про государство Судят Не потому Что все в порядке И люди Пошли добровольцами В военкомат А про Государство судят Потому Убили ли человека При попытке Побега на волю Из страны Или нет Умирают ли люди Которые Пытаются сбежать На волю Из своей родной страны Будущих гражданами Или нет А то сколько людей За это время Выполнили свой Гражданский долг Когда они там Задолжали родине Ну когда там Видимо задолжали Раз уже родились Это не важно Судят По вот этому Вот о чем штука Вот в чем Вопрос Понимаете Это крайне важно И это Гораздо важнее Е И еще Очень важно Чтобы все Это понимали Потому что Журналисты Которые Зовут Дикого Чтобы он Высказал Свой дикий Комментарий Дня Они вообще Не открывают Рот Типа Ну сидят Кивают А если он будет Призывать Расстреливать Людей Вешать Людей Убивать По национальному Признаку Сегодня в эфире У нас был Евген Дикий И вот он Высказал свое Важное мнение Нельзя давать Людям Высказывать Своё мнение Если это Мнение Агрессивное Призывает К насилию К убийствам Оправдывает Гибель людей Тогда ли Это людоедство Ничем Не отличается От русского Ничем Какая Разница У Какой У людоеда Флаг Вот такой Или такой Три на нем Цвета Или два Вот такое Сочетание Цветов Или нет Если это Людоед Если человек Нацист Какая Разница Нацисты С Свастикой На красном Полотнище Или серпы Молот На красном Полотнище Если они Убивают Людей За инакомыслие Какая Разница Человек У которого Убили За инакомыслие Его убил Товарищ Сталин Или Фюрер Гитлер И разницы Какой Нет Нельзя Быть Вот Превращаться В рашку И Быть одним И тем Же С рашкой Ну типа Агрессия И людоедство Отсутствие Права Понимание Ценности Жизни И здоровья Ради Государства И люди Тогда пишут Какая разница Тогда Хорошо Что буряты Не пришли А какая Разница Ну какая Разница Кто Тебя Насилует Бурят Или Не Бурят Ты цкшник Или Бурят Какая Разница Или Свои Не Больно Это ужасно То что Происходит И если Дикий Постоянным Диким Комментарием Меня Вот эту Ненависть Разжигает Только Этот огонь Он Это же Потом Все Сгорят В этом Вместе С ним Фарион Разжигала Разжигала Эту Ненависть Вот Эту Ненависть Внутри Страны Граждан Своей же Собственной Страны Разляла По Языковому Принципу И так далее Вот Это плохо Что происходит И что она Это плохо Такого Быть Не должно У них Не будет Жодного Репортажа Ну я Разумею Бо не Цікаво Оце Два Полюси Один Полюс Это Там Герои Другий Полюс Это Придурки В тисе Героев Ухилянцев Плохо Через Тису А Все Что Посередине И что Насправді Більшістью Людей Оно Якось Губиться Бо Воно Не Цікаво Разумеете И В результате Виходит Такая штука Не про героев А про Ухилянцев Фактично Є норма Є норма Є патологія Є норма Норма Це виконувати Свою конституційну обов'язок Але ти не хочеш Але ти виконуєш Свою обов'язок І ти йдеш Це норма Є патологія Стрибати від ПТЦК Бакувати ПТЦК Плавати Через тису Але в медійному Висвітленні Виходит Що патологію Показують Їй присвячена Вся увага А норма Лишається в тіні Так ніби Її нема Потому що Якщо у вас Не болит Рука Или нога То це нормально А к врачу Вы приходите І жалуйтесь На то Що у вас Болит Голова Як в этом Случа Насильні головные Боли І ага Знаєш Що з головою Делать А якщо Руки і ноги В порядке Іх і лечить Не нужно Суперчатик Пишет Посеєш Ветер Пожнеш Бурю Да Почему Вы про это Говорите Почему Не говорите Что у вас С рукой Все в порядке Потому что С ней Все в порядке Говорить Нужно О проблемах И проблемы Нужно решать Плохо Что ТЦК Похищает Людей на улицах Плохо Что границы Закрыты И люди Вынуждены Бежать на волю Через реку И тонут там Плохо Что пограничники Убивают Тех Кто хочет Збежать На волю Из своей Собственной Страны И плохо Что вообще Людям приходится Бежать На волю Из своей Собственной Страны Гражданами Которые Они являются Это плохо Это проблема Ее нужно Решать Почему Вы не говорите О том Что все в порядке Если все в порядке То все в порядке И отлично Уявления Про свет Людей Формует Сама Медия От мы Бачим Маленький Шмакочок Сміта Безпосередньо Довкола Себа Але Про весь Інший Сміт Мы судим З тої Картинки Яку нам Дают И в результате В головах Начинает Формоваться Уявление Что Патология Это Норма Что Пересечный Украинец Тикает Через Тису Как Пересечный Украинец Зарееструвался В резерв плюс Чекает Повестку Когда она Пришла Иде До ТЦК И так далее З цим Действительно Треба Что сробить И это Питание И не президента И не голів Адміністрации Это Питание Само До нас З вами Мы Під час Цієї Війни В принципе Робуем Уникальную Речь Мы Мабуть Едина Краина Поки що В історії Перша Принаймні Краина Яка Під час Великої Війни За виживання Своєї Країни Не ввели Військової Цензури У нас Нема Військової Цензури У нас Нема Темнитів Погодьтесь Вам Ніхто Зараз Не диктує Про що Зимой Говорити Це Прямий Етер Ввели Конечно же Единый Телемарафон И постоянно Говорят о том Что нужно Телеграм запретить Только Когда Они Сталкиваются С тем Это Власти Говорят Только Когда Они Сталкиваются С тем Что Они Понимают Что Телеграм Надо Запретить Ютуб Надо Запретить То Они Такие На Совещании И Находится Какой-то Один Такой Душнила Который Говорит Кеннадий Николаевич Разрешите Я скажу Технической Возможности Запретить Телеграм И Закрыть Его На Территорию Украины У нас Нет Как Нет Ну Вот Так Как Есть Только Нет Технической Возможности Закрыть Ютуб На Территорию Украины У нас Нет Мы Можем Только Обрубить Всем Интернет Просто Ну Типа Обрубили Интернет И Все Физически Никакого Интернета Нет И Тогда У вас Нет Доступа В Телеграм А Других Возможности Физически Отключить Интернет Или Закрыть Какие-то Каналы Ну Луганского Закрыть Чтоб Никто Не Читал И Не Смотрел Эти Видосики У нас Такой Технической Возможности Нет Как Ну Как Ну Вот Так Начинает Разбираться Сука Действительно Нет Все И Закрыл Рот Потом Бамс Другой Новый Какой-то Приходит Говорит Так Давайте Телеграм Запретим Он Говорит Нельзя Это Как Вот Это Отхаживайся От гражданства И вали Ему Говорят Как Такого Механизма Нет Он Говорит Как Нет Механизма Ну Отхажись От гражданства И все Пас Свой Порви Не Работает Действительно Не Работает Все И закрыл Никто Жен Темники Не Пишет Того Женедавно Вот Вот Дебил Жен Писал Темники Вот Жен Был Скандал Недавно Темники Жен Писал Каких Можно Мы Не Вели Воен Ввели Просто Сегодня В условиях Наличия Интернета У людей Это Невозможно Потому Что Вы Смотрите На Ютубе Как Закрыть Ютуб Сегодня Вот Как Вам Сделать Так Чтобы Не Смотри На Ютубе Никак Ну Никак А Как Телеграм Закрыть Да Никак Вот Конкретный Телеграм Канал Надо Закрыть А Конкретно Чтоб Работали Зачем Тут Это Зачем Ты Говоришь Такое Не Говори Такое Это Раздражающая Правота Поэтому То Что Говорит Дики Это Пиздеж Это Неправда Мы С вами Наговорим То И Будет От Перш Нужно На Цей Целком Здоровь Эмоции Взяти И Репост А Порахуй В голове Десяти И подумай По Перше А Може Тоби Питкинули Цей Маленький Вырезанный Фрагментик Много Хорошо Согласитесь Государствие Деньги Мы Можем Помогать Например Палестине Инициатива Президента Володимира Зеленского Спив В праце С В ФП А я Честно говоря Не знаю Что такое В ФП Я не знаю Витправила Першу С трех Партий До Палестины Яка Забеспечить Харчеву Допомогу Понад Ста Тысяч Семей Яки Опынился В Эпицентре Конфликтов Сто Тысяч Семей Накормит Украина В Палестине В Пиви В 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 быть беженцем что означает отсутствие средств к существованию потому что существовать нужно много средств для этого нужно покупать все и денег категорически не хватает особенно когда речет про семей но у нас подождите война в стране и я за то чтобы украина все страны кто имеет возможность помочь всем людям которые являются беженцами которые страдают от ведения боевых действий но было бы справедливо и точно было бы правильно чтобы помогали другим странам не те кто тоже нуждается это какая-то странная херня я не против и если у нас у украины у государства есть такая возможность обеспечить продовольственную помощь 100000 семей семьи 100000 семей это значит что семья это ну там три человека представьте 300 тысяч человек 500 тысяч человек то есть украина обеспечит продовольственную помощь полмиллиона палестинцев а украинцев не обеспечит вот у нас точно в украине нет людей которые нуждаются в продовольственной безопасности вот точно это точно так вот точно таких людей нет у нас есть люди живут люди там не швейцария швеция в канаде и стоят холодильники в канаде в холодильнике стоят где человек который хочет кушать а у него нет средств возможности может открыть холодильник на улице и взять так это бутерброд не пропавший не тот который выкинули не лазить по мусорникам бутерброд запаянные знаете их сделали много не продается в а срок годности него через два дня там еще закончится они такие или люди сами покупают сами по своей собственной воле либо у него есть деньги он хочет помочь тем кто например нуждается и стоит эти холодильники никто не будет оттуда брать еду кроме тех кому она нужна есть человек нуждается голоден откроет холодильник возьмет и все в швейцарии в швеции в австралии люди не нуждаются в продовольственной программе они не голодают и эти страны могут участвовать в продовольственной программе продовольственной помощи поскольку у них точно они всех накормили есть программы все ты голодный все знают что делать и как накормить тем более своих граждан у нас точно накормили своих граждан всех точно все люди сегодня обеспечены едой вот точно я например сомневаюсь очень сомневаюсь а если у нас есть лишнее продовольствие то и быть может можно было бы сделать так чтобы кто-то профинансировал богатые страны профинансировал украину купили у нас наше лишнее продовольствие а эти деньги можно было бы потратить на бытовые нужды украинцев которые сегодня страдают просто люди выживают нафига нам еда мы хаваем и псо и блин честно говоря такие новости чего что типа ребята на что денег нет у нас зерно мыши едят там сотни вагонов сожрали помните кстати никого за это не посадили ничего не разобрали все нормально помню по прохавали у нас единственно чего хватает лапшина уж на уши всем навешать вот на это муки у нас сколько хочешь и денег у нас в принципе полно послуги с благоустрою территории ремонт тротуарев по улице мазепы вид волосе бандеры дом и же миста коломые 876 тысяч значит денег полно ну и слава богу и хорошо согласитесь хорошие новости что плохого что у нас столько денег тратится на ремонт тротуаров что плохого в том что я их поддерживал кого страусов что плохого в том что мы поддерживаем кого тротуары чатик пишет тут восемьсот семьдесят шесть тысяч на тротуары тут 100 миллионов собираем на дроны для армии как это скажется я не понимаю честно вот я этого все но не да мне я не догоняю беженцы которые после начала полномасштабного вторжения покинули свои дома оказались такой ситуации что они не нужны государству вообще никакой помощи и поддержки со стороны государства не ощутили и несколько сот тысяч человек сот двести триста тысячи кара по разным оценкам вернулись в оккупацию потому что на территории свободной на территории которая контролируется украинским правительством они не могут выжить и мне на что снимать квартиры не на что жить и нечего есть буквально не потому что им не комфортно знаете ну типа как-то речь не про комфорт а про выживание восемьсот семьдесят шесть тысяч на тротуар и вот сейчас даже в этот момент вот какой-то человек такой на тротуар и есть деньги на беженцев нет и горя но огнем тогда произвелся и поехал и вернулся назад в оккупацию писать и рассказывает при этом рассказывает при этом кулеба где кулеба онлайн платформа для украинцев которые рассматривают возможность защищения за границу вас в украине сегодня на территории которая контролируется государством живут люди беженцы и мне за что жить негде жить и нечего есть и они возвращаются в оккупацию потому что нам хотя бы за квартиру платить нет не нужно в свое жилье в какой-то вернуться даже возможно частично уничтожены и это сотни тысяч людей а теперь возвращайтесь в украину вы беженцев не можете обеспечить необходимым беженцев зато какие-то реки тротуары зато о такая красота возвращайтесь у это большие преимущества у нас отличные будут новые тротуары там вся улица мазепы 400 метров деньгами будете выстеливать просто пачки денег положить сюрреализм реально реально какой-то сюрреализм нет хлеба ешьте пирожные негде жить стопа затем на стадион у нас хороший стадион на стадион построили новый отличный стадион минимальная пенсия 2 700 давайте тротуары это кроники национальной катастрофы это разрушение страны которая рушится у нас с вами на глазах ничего не скрепляет понимаете цемент забыли положить здание построили песок привезли воду налили кирпичи поставили а цемент забыли привести и ничего не скрепляет здание